Вы знаете, конечно, хочется не доводить до таких моментов, более уверенно побеждать и тем более владеть инициативой. Опять же, ничего не предвещало и вот эти два 11-метровых удара, которые возникли из ничего, они, конечно, бьют по внутреннему самолюбию команды, так мягко скажем. Поэтому то, что было в конце, это проявление характера, проявление мужества, проявление общекомандных, знаете, внутрикомандной сплоченности. И я уже сказал сейчас ребятам в раздевалке, что большая им благодарность, снимаем перед ним шляпу, потому что и низкий поклон нашим бойцам, такой матч вытащить, это дорогого стоит. Это показывает, что эта команда, наша команда, действительно с внутренним стержнем, с характером, и она способна на многое. Спасибо. Еще раз подключим, чтобы микрофон вам помогать. Вы можете сказать, что это финальтии, и очень много, мне кажется, ну не очень много, но в целом достаточно много финальтии замечают в вашей форме. Ну, я комментировать и оценивать решения до разбора комиссии не собираюсь и не буду, это не моя компетенция, но то, что есть таблица, да, которая показывает, что в наши ворота очень часто назначаются 11-метровые удары, соответственно, некоторые решения, они вызывают даже не то, что недоумение, но, опять же, то, что мы говорим о трактовке определенных эпизодов, поэтому о правильности методических подходов, вот это вот очень важный момент, да, поэтому еще раз говорю, комментировать не хочу, эмоции переполняют, и давайте говорить о нашей команде, о наших ребятах, которые действительно вытащили матч, и сегодня они большие молодцы герои. Спасибо. Еще раз. Здравствуйте, Марина, скажите, на ваш взгляд, в какой момент этот матч стал переломным? Спасибо. Переломным? Ну, я думаю, что, безусловно, когда мы забили, когда мы забили, и действительно, у нас уже есть у нашей команды такой посыл и запас внутренней энергетики, когда мы вытаскиваем матчи в концовке, я думаю, что не зря нас называют, да, что мы и команды, которые действительно делают такие камбэки, вытаскивают матчи, и единственное, что, конечно, нам, еще раз повторюсь, чего я начал эту пресс-конференцию, что не доводить до этого момента, решать, в основном, у нас, как говорится, петух в одно место клюнул, да, мы начинаем играть, то есть вот это вот не очень хорошо, а все остальное, еще раз говорю, владея территорией, в принципе, да, и особых моментов не было у соперника, вообще нечего вспомнить, поэтому здесь нам немножко не хватало остроты, поэтому будем над этим работать впереди дерби, важный матч, надо восстановиться, правильно. Спасибо. Ничего, пожалуйста, коллеги. Просто нам пока, в том спорте, Леонид Михайлович, Валерий Крисов, один из тренингов-попадающих, насколько я понимаю, второй матч уже отсутствует, или есть информация, что они заявлены с командой, как они могут, что сказать? А почему вы не спрашиваете про информацию, что у нас, сколько у нас администраторов, массажистов, начальников команды? Это внутреннее дело клуба, кто находится в заявке, кто не находится в заявке, кто прилетел на игру, кто не прилетел на игру, поэтому все, что информация, которая гуляет, вы адресуете тем источникам и той инициативной группе, которая ее распространяет. Спасибо.